Возмещение судебных расходов Возмещение судебных расходов. Какой порядок взыскания судебных расходов? Порядок взыскания судебных расходов зависит от того, в какой момент заявлено соответствующее требование. Письменное ходатайство может быть заявлено во время рассмотрения дела. В этом случае суд указывает о взыскании судебных расходов в результивной части решения, а также обосновывает взыскание по праву и по размеру в мотивировочной части решения. Суд по собственной инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, после оглашения решения суда и до его вступления в силу, может вынести дополнительное решение в случае, если судом не разрешен вопрос о судебных расходах, согласно 201 статье ГПК. Вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть поставлен до вступления в законную силу решения. Определение Верховного суда 18 Г10 Дефис 5. Сторона по делу может подать заявление о взыскании судебных расходов после вступления судебного акта в силу. Такое заявление рассматривается в судебном порядке с извещением лиц, участвующих в деле. В результате рассмотрения заявления судом выносится определение, на которое может быть подана частная жалоба. На практике судебные расходы взыскиваются при вынесении решения или после в форме определения. Вынесение дополнительного решения почти не применяется. Значительно чаще дополнительное решение выносится в арбитражном процессе. Гражданско-процессуальный кодекс РФ предусматривает взыскание расходов на представителя в пользу адвокатского образования в случае оказания адвокатом правовой помощи бесплатно на основании части 2 ст. 100 ГПК РФ. Стоит также помнить о том, что вопрос судебных расходов должен быть разрешен в течение 6 месяцев с момента вступления последнего судебного акта в арбитражном процессе. Статья 112 АПК. Разумные пределы судебных расходов. Процессуальное законодательство ст. 100 ГПК и ст. 110 АПК устанавливают правила о том, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Эти расходы должны быть подтверждены документально, в том числе договором на оказание правовой помощи, актом выполненных работ, квитанцией об оплате и другими документами. Однако представленные документы не гарантируют полной оплаты услуг представителя, стоимость которых может быть не объективно завышена. В ГПК РФ говорится о взыскании расходов в разумных пределах, которые определяются судом, исходя из сложности дела и проделанной юристом работы, а также имущественного положения сторон. При этом никакие существующие расценки для суда обязательными не являются. Законом предоставлено суду право уменьшить сумму взыскиваемого в возмещении соответствующих расходов на оплату услуг представителя, если он признает такие расходы чрезмерными в силу некоторых обстоятельств дела. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры подогнал «Симон»!